Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы уже в прямом эфире. Олег Век в студии. И сегодня мы проводим очередной мастер-класс психологии. У нас российский психолог Ирина Богачек. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И также Елена Михайлова, организатор всевозможных мер, оприятий, которые нам тоже организовала вот такой вот интересный мастер-класс или семинар. Потому что, кстати, вы можете тоже звонить и участвовать в разговоре 67212-93-9, 67213-93-9. Просто в прошлый раз мы не успели как-то завершить тему первого свидания. Наверняка, ну, я больше чем уверен, что опыт первых свиданий чаще всего травматический, есть у каждого человека. И, может быть, на ошибках других людей кто-то захочет поделиться, может быть, опытом, а может быть, наоборот, удачным опытом первого свидания. Поэтому не стесняйтесь, вот звоните, тоже участвуйте в разговоре. Ну, и вот, насколько я помню, мы, по-моему, остановились, даже еще не затрагивали тему, куда пойти на первое свидание. Где лучше организовать это вот первое свидание. И, да, действительно, психологи, в общем-то, западные в большей степени, они сделали такой социологический опрос, посмотрели, куда люди приглашают друг друга на первое свидание, и составили такую вот линеечку, да, приоритетных мест, куда действительно можно пойти. И, конечно же, ну, это все-таки Европа, Америка, они любят свидания на открытом воздухе. Потому что, когда ничего не мешает глазу, нет посторонних людей, есть действительно возможность глубже погрузиться друг в друга и, ну, поговорить, пофилософствовать, возможно, прикоснуться друг к другу. То есть, когда, допустим, девушка возьмет молодого человека под руку или за руку, да, это всегда вот такой вот момент интимности. Дальше предлагают пойти на первое свидание на спортивные мероприятия. Ой, это вообще... Подождите, а вот если открытый воздух, то что это имеется в виду? Просто... Это парки. Парки. Это парки, да. Очень любят в Европе пикники. У нас все-таки немножко не в традициях, хотя я не в российских. Наверное, зимой пикник будет не очень удачный в России. Поэтому там они ходят на пикник, да. Хорошее дополнение, да. То есть, в данном случае в Риге это прогулка по Рижскому узморью, почему нет, сняв обувь и трогая ступнями ног песочек. Это тоже такая определенная тактильность, и это приятно, потому что все должно сопровождать первое свидание, и звуки, и запахи, и какая-то кожная чувствительность. Но, безусловно, разговоры, а может быть, даже можно пойти и молчать друг с другом. Но, наверное, это все-таки не на первом свидании, потому что иначе создается ощущение, или я не очень умен, или мой партнер не очень умен, или уж настолько сильно ему страшно, что даже он не знает, о чем со мной поговорить. Или мы оба дураки. Как говорил великий Рубинштейн, в слове мысль материализуется, поэтому, конечно же, нужно поговорить. То есть, именно через слово мы понимаем, как человек мыслит, что он чувствует, что в его проекциях и так далее. Ну, получается, вот второй пункт меня совершенно поразил, потому что, честно говоря, когда смотришь романтические комедии голливудские, то чаще всего возникают стереотипы, это обязательно место, где можно поесть. То есть, ну, вот ресторан. А здесь, получается, первое место – это как раз-таки открытый воздух. Первое место – это открытый воздух. А кафе, я уже заранее скажу, это будет на последнем месте. На последнем месте. Хотя в этом есть тоже определенный резон. Если вы вспомните, да, вот ту линейку, которая объединяет людей, еще раз напомню для тех, кто не слышал, канадцу ее предложили. На первом месте – это совместные интересы. А на втором месте, если вы помните, это общие гурме пристрастия. То есть, нам должно нравиться есть одинаковую еду. И то, как кушает ваш партнер, да, может на самом деле либо очень сильно привлечь вас. Ну, например, очень часто мужчины говорят, она так очаровательно откусывает этот кусочек сельдерея. Ну, в общем, идут какие-то фантазии. Облизывает губы там. Да-да-да. Или наоборот, он так ужасно быстро-быстро все съел. Ну, безусловно, тоже возникают какие-то фантазии еще. Поэтому на самом деле психологи, именно психологи, предлагают самое последнее место, куда пойти – это пойти в ресторан. А можно же пойти сначала прогуляться, а потом принять совместное решение. Все равно ты на свежем воздухе проголодаешься. Не разбегаться же теперь, если хорошо люди вместе. Ну, давайте дальше расскажу, куда еще предлагают. Вот это спортивное мероприятие, это вообще меня поразило. Спортивное мероприятие, потому что, ну, единственное, тут плюс-минус нужно все-таки либо следовать за партнером, например, мужчина – жуткий болельщик футбола. И тогда девушка как бы увидит интересы своего молодого человека, и здесь очень раскрываются хорошо все психотипы. Как болеет человек? Ну, болеет имеется в виду на соревнованиях, да? Как он кричит или не кричит, или он сидит стиснув зубы. То, как он ведет себя – это бессознательные будут проявления. Вы можете просто наблюдать со стороны и понимать, что то же самое будет в ваших отношениях, потому что люди не меняются. А если болеют за противоположные команды, не будет ли это сразу ссоры на первом свидании? Здесь нужно договориться. Я поэтому говорю, здесь нужно следовать за партнером. А давай ты сходишь со мной на футбол, а ты со мной сходишь на конные соревнования, например. Я сразу вспомнил бегство мистера Маккинли. Вы помните, там герой Донатаса Баниониса вот ухаживает за какую-то очень богатую женщину состоятельную, и она его тащит, они идут на соревнования, это какие-то бои без правил. И вот именно этот момент, когда она раскрывается, то есть он смотрит, вроде бы интеллигентная женщина, вдруг срывается и кричит, «Разорви ему пасть!» И он потом убегает в туалет, его буквально тошнит. То есть он в шоке, в ужасе от того, насколько он видит хищнические эти проявления. То есть здесь, наверное, это просто даст возможность действительно оценить вашего партнера. Конечно. А иногда еще бывает, знаете, такое насилие. Мне сейчас вспоминается тоже ремарка из одного произведения, не буду указывать автора. Когда молодой человек пригласил девушку в оперу, и он любовался ее волосами, смотрел, как она дышит, и думал, боже мой, насколько она прекрасна. А эта девушка, у нее абсолютно отсутствовал музыкальный слух, и она думала, господи, поскорее бы это все закончилось. Больше я никогда не буду с ним встречаться. Итак, да, спортивные соревнования. Дальше. 97% в Америке, 97%, представьте, я вот статистику выписала, любят ходить на первое свидание на каток. Если мы вспомним, в России это тоже, но я думаю, также и в Риге вообще это было раньше очень сильно популярно. Конечно. И, в принципе, сейчас у нас очень много, ну, если говорить про зиму, открытых, бесплатных катков, или там, ну, катков, где можно взять на прокат коньки. Это очень, ну, демократично. Здесь тоже есть очень много психологии, потому что наблюдается такая называемая кооперация. Как тебе твой партнер поможет даже те же, в общем-то, ботиночки сошнуровать? Или, допустим, если ты шлепнулся, неважно, мужчина-женщина, насколько вот, конечно, то ли вы вместе шлепнетесь, да, и будете потом хохотать и выкарабкиваться, либо кто-то разобьет себе нос, а его партнер будет... Хохотать. Хохотать. Доброе, Лена? Ладно, хорошо. Будет ухаживать за ним. То есть здесь очень важны будут вот эти именно партнерские отношения, именно как кооперация, помощь, потому что, может быть, кто-то один уже умеет кататься, а кто-то другой нет, или вообще оба не умеем, тогда мы начинаем абсолютно новую какую-то деятельность. Вот. Теперь куда еще предлагают? Часто ходят люди в зоопарк. Я не знаю, мне не очень нравится эта идея, но для чего вот американцы предлагают ходить в зоопарк? Потому что там очень много семейных пар. Семейных пар с детьми, и таким образом ты как бы получаешь такую иллюстрацию будущего. Вот если у нас все сложится, у нас мы поженимся, и у нас будут дети, ну вот, возможно, вот такая счастливая картинка будет и у нас. Не знаю, я считаю, что все-таки на первом свидании должно быть две пары. Может, сразу с роддома начать на экскурсию сходить? Проект. Кстати, да, интересная мысль, да. Вот мне очень нравится идея про совместный завтрак, так не смейтесь, коллеги, после, например, какого-то ночного мероприятия, то есть, например, ночь музеев, или там просто прогулки. Вот в Петербурге у нас летом очень популярны прогулки белой ночи, даже и не белые, прогулки на теплоходах, да, под мостами. И вот оно, раннее утро, и сейчас многие кафе работают утром, ты приходишь, и вот это ощущение интимности на завтраке, что вроде у нас еще ничего не было, но уже вот, знаете, какие-то намеки, да, на то, что, может быть, да, хотя бы в фантазиях что-то состоится. И вот это, вот этот момент совместной еды, вот я за него очень даже за. Ты любишь, кстати, завтракать? Завтракать очень. Люблю. Нет, у меня просто приехала подруга из Москвы, и я говорила, пойдем на завтрак, пойдем на завтрак. Она говорит, что такое, что это у вас? У нас действительно в Петербурге очень принято ходить на завтрак, более того, даже на свидание на завтрак. У меня есть один знакомый художник, он все время всех девушек приглашает, у нас есть кафе на фонтанке, называется «Кофе на кухне». И вот он говорит, нет более интимной обстановки, чем сидеть на этой лавочке на улице у ступенек вот этого кафе и кушать овсяную кашу. Я думаю, все зависит еще от того, во сколько заведение открывается, потому что... Ну да, конечно, да. Все гораздо раньше открываются, а у нас все-таки позже открываются. По-моему, немножко, да, у нас сложнее. Да, и раньше закрываются, поэтому у нас лучше позавтракать дома. А вот мне вот еще из моих излюбленных мест первого свидания, это когда мы можем узнать вкусы и интересы своего партнера, например, сходить на блошиный рынок и устроить такое мини-соревнование, давай вот 20 минут времени, найди что-нибудь для меня, вот что в твоей психической реальности мне было бы приятно, да, а я что-то найду для тебя. И потом мы уже встречаемся, у нас вот это какой-то секрет, да, угадываешь, что же там может быть, и уже можешь действительно переместиться за чашечкой кофе, заглянуть, что же твой партнер... Как ты у него можно успеть на первом свидании? Почему нет? Это очень интересно. Потом дальше обсудить, а почему ты думал или думала, что мне это понравится, с чем я ассоциируюсь у тебя. То есть, потому что люди на первых самых встречах, мы всегда набрасываем проекции, то, о чем я говорила. Мы часто приписываем людям те черты, которые есть в нас, или мы хотели бы видеть в них, да. А потом очень часто, кстати, это является поводом для ссор, потому что, а мы говорим, я думала, что ты вот такой-такой, а он таким никогда и не был. Розовые очки снимаются. Это мы, да, придумали. Но все-таки для первого свидания проекция – это очень хорошая вещь, потому что сразу ты поймешь, как же ты ассоциируешься у человека. То есть, какие он тебе приписывает качества, да, как он тебя воспринимает. Может быть, ты себя воспринимаешь очень жестко, структурированный, такой бизнес-вумен, а он там тебе, я не знаю, как-нибудь сердечко на такой пружинке. Друзья, у меня такой вопрос. Я не знаю, как вы, но я вот, если собираюсь на первое свидание, я вот открываю шкаф, и нечего надеть, да, вот тебе стопы. И ты начинаешь в этом, нет в этом. Вот этот момент, да, в чем лучше партия на первое свидание. Да-да-да, это на самом деле очень интересная тема. Хочется одновременно надеть как минимум три платья, да? Ну, для девушки это самая большая проблема. Вообще, для девушек самая большая проблема – это проблема выбора. И мужчины, и Олег, вот один из советов. Не давайте девушкам ничего выбирать. Поэтому, да, если вы хотите сделать какой-то подарок, то вы присылайте красивую коробку с бантом, да, выбирайте сами. А если вы приведете девушку и скажете, а там стоит, например, 10 пар туфель, все нравятся. Это может послужить причиной того, что вы поссоритесь, потому что она будет метаться между этими, этими, этими. Мало девушек, которые сразу говорят, хочу вот эту пару. Они будут принять, ой, а можно и вот это, а и вот это, а вот это вроде мне нравится. А мужчина уже думает, да, боже мой, да что ж такое, когда это дело закончится, уже терпение. А если мужчина не попадет во вкус, и что тогда? А вот не надо думать об неуспешности. Это же подарок, это подарок. Даже если не попадет. Ночнее, дорогая, вот эти квадратные каблуки теперь. И в этом смысле, ой, хочу рассказать очень интересный, да, случай. Один мужчина подарил своей девушке телефон, было очень модно, телефон весь в стразах. А она работала в семье, да, весь, вот в его психической реальности, вот она такая гламурная, такая королева, да. И он подарил ей вот такой телефон, весь в стразах. Она пришла на работу, а она работала в серьезной организации, в банке каком-то, я сейчас уже не помню. И положила вот этот телефон на рабочий стол. Смех у коллег не было при зелах. Она говорит, слушайте, вы думаете, мне что ли нравится? Она говорит, ну я не могу, он сделал мне подарок, и я не могу его расстроить и горчить, поэтому, конечно же, я буду ходить с этим телефоном. Но была очень умная начальница, которая сказала, слушай, я думаю, сто процентов этот телефон на гарантии. Взяла ножичек и выковырила несколько камушков. Вот. А теперь, говорит, тебе останется только прийти и сожалеть, и говорит, боже мой, да что ж такое, вот не успела, да, получить подарок, и уже камушки выпали. А он, на, дорогая, не переживай, на тебе подарок побольше камушки. А вот. Ну, здесь было все проще, он предоставил ей возможность. Нет, он сам сдал. Он сам сдал телефон и сказал, да, раз это такая ненадежная компания, но она еще все обставила очень красиво. Да, что, посмотри, компания ненадежная, камни выпадают. Наверное, это как бы не очень качественный продукт. Давай, может быть, что-то такое более функциональное. Вот, ну вот, например, мне вот это вот еще нравится. Здесь уже немножечко, да, отправила, корректировала ситуацию. Один для молодого человека, она бы доставала. Ну, мы можем тут фантазировать сколько угодно, да. Но это вот прям конкретный случай. Так что же все-таки надеть на первое свидание? Ну, конечно же, все зависит от места свидания. И если вы идете в тот самый парк, русские девушки очень сильно любят шпильку. Об этом я еще сегодня скажу, да, конечно же, ходить в туфельках на шпильках, или как я... По старому городу, по нашему. Да, ведь после нашего эфира мы гуляли парижским крышам, и я была тоже в туфельках на шпильках. Это не очень комфортно. Вот, поэтому надевайте какую-то обувь на плоском ходу, и сейчас есть и повыше. Но платформа – это немножечко такая вещь запретная для женщин. Я сегодня тоже об этом скажу. Вот. То есть оденьтесь так, чтобы было мило, приятно. Не в черное. Хотя я, например, очень сильно люблю сама черное. У меня черное на черном лучше не бывает. Но для свидания все-таки черный цвет не совсем приемлем, если только это, ну, не какой-то там гламурный спектакль в какой-нибудь стиле. Я не знаю, каких-то там инсталляций, куда, в принципе, люди все приходят в черном, и это такой, как некий дресс-код. Желаемые цвета для первого свидания, для девушек. Белый, такой бежево-розовый, темно-синий, если это касается пальто, например, или блейзера, потому что темно-синий вызывает у нас ощущение доверия, желание поговорить по душам и так далее. Поэтому очень красиво, если мужчина, например, молодой человек наденет какой-нибудь блейзер темно-синий, или, допустим, какой-нибудь полувер темно-синий, просто даже с футболкой. Есть вещи, которые категорически нравятся и не нравятся мужчинам. И если вы позволите, я вот хотела бы... У нас еще есть две минуты до новостей. А может быть, тогда это оставим чуть попозже, потому что я прям там хочу... Да, хорошо, хорошо. Ну, давайте еще про цветовую даму. Желтый цвет. С одной стороны, он, конечно же, прекрасный, замечательный, но с другой стороны, особенно если молодой человек придет в желтой футболке на свидание к девушке, то у девушки будет складываться ощущение, что он не совсем... Да, он не совсем серьезно прежде всего к ней относится, да, хотя с точки зрения психологии желтый цвет один из самых лучших. Красный цвет, прекрасный, его можно надевать как в одну сторону, так и в другую, или девушка себе может что-то позволить, или молодой человек, но красный цвет вверху, но не внизу. Вот, например, совершенно разные вещи, когда мужчина в красной куртке и в синих джинсах, или в синей куртке и в красных джинсах. Странный мужчина, да. Но в зоопарк в самый раз. Ну, да, для зоопарка специального униформа. Да, добрая Лена. Серый же цвет не желаем вообще ни в одном, ни во втором случае, потому что серый цвет – это цвет такого запредельного торможения, когда мне уже все равно. Он хорош для переговоров, то есть чтобы не было никакой эмоции, и была некая нейтральность и так далее. Вот серый цвет – это самое замечательное. Хотя многие люди все-таки предпочитают темно-синий для переговоров, чтобы был момент какой-то душевности. Зеленый – очень специфичный цвет, и я думаю, что вы согласитесь, что редко кто наряжается на первое свидание в зеленый. Ну, во-первых, редко кому вообще подходит, в принципе. Да, и это бессознательные вещи, потому что зеленый – это цвет высокого статуса, это цвет рая в исламе, это цвет доллара, это цвет сукна в казино. Это сразу создается ощущение, а потянешь ли ты меня? То есть очень дорого, очень статусно. Или, допустим, если девушка наряжается в этот, я хочу, чтобы я была самая любимая, самая желанная, самая умная, самая красивая, и постоянно давая мне ощущение вот этой оценки. А это касается всех оттенков зеленого? То есть от темного до зеленого до салата? Нет, конечно же. Это мы сейчас говорим вот о том самом классическом зеленом, который используется в тех, всех самых местах. Потому что хаки, он как раз очень греет, ну, вот в моем восприятии. Это другое, да. Я как раз говорю о таком классическом зеленом. Ой, коричневый – это вообще отдельная тема. Вот коричневый категорически нельзя использовать, использовать в одежде на первое свидание. Потому что коричневый – это физиологическая непереносимость, а меня тошнит. Вот. Поэтому вы будете вызывать у человека не ощущение шоколада и комфорта, а несколько иные ощущения, опять же таки, физиологические. Поэтому, милые барышни, запомните для себя на всю жизнь. Ни в коем случае на первое или не первое, там, десятое свидание, но когда дело дойдет до интимной близости, категорически нельзя надевать белье коричневого и зеленого цвета. Мы на этой интригующей ноте сделаем паузу небольшую, после чего вернемся в студию. Ну что же, мы продолжаем эфир. Я напомню, что мы говорим о первом свидании. У нас в студии российский психолог из Санкт-Петербурга Ирина Богачик и организатор мероприятий Елена Михайлова. Мы вот только сейчас говорили о цветах. Но эти цвета касаются женского гардероба или они точно так же касаются мужского? И мужского тоже, конечно же. А что вот мужчине? Приходить в свободной одежде или все-таки костюм на свидание? Прийти, так сказать, ну более… При параде. Да. Нарядным. Есть, безусловно, модная тенденция, а есть бессознательные инстинкты. Абсолютно точно всем женщинам нравится мужчина в форме. Это да. Да. И поэтому костюм – это некий символический образ формы. И точно так же, как мужчины не случайно любят на женщинах, платья, особенно платья приталены, потому что это символический образ, ну, некого кимоно или такой одежды служанки, которые находятся женщинам. А это не потому, что прослеживается силуэт фигуры? Конечно же. Ведь если это бесформенно, то ну… Конечно же. И поэтому сейчас я хочу как раз рассказать вам о том, что очень нравится мужчинам и женщинам, и что не нравится. И, возможно, наши радиослушатели сделают какой-то, да, для себя, да, какие-то помарки. Да, или марочку, или вопрос. Итак, начнем с линейки приоритетов мужской. Что очень сильно нравится мужчинам в одежде? И на первом месте неизменно – это каблуки. Каблуки. Мужчины – это правда? Мужчинам, женщинам нравятся каблуки. То есть это вот просто 90% мужчин говорят о том, что им больше нравится женщина на каблучках, Попробовали бы они сами походить на этих каблуках по старому городу. Да, тем не менее, да. Вот. На втором месте мужчины очень сильно любят обтягивающую юбочку с разрезом. Разрез может быть сзади, может быть сбоку, может быть спереди. Причем это не должна быть короткая юбка. Карандаш, да? А это юбка-карандаш, да, которая как раз подчеркивает силуэт, форму, то, о чем сказала Лена. Доварежки. Да. Вот. И это должна быть юбка до колена, или сейчас вообще очень актуально на ладошку ниже колена. То есть вот тоже некое ощущение такой школьной учительницы. Сейчас немножко мужчина инфантильный, но век такой, извините. Да, это кажется, что век развития цивилизации, стрессов. Сейчас мужчины гораздо более инфантильные, чем, допустим, еще сто лет назад. К сожалению, это правда. Об этом, да. Поэтому мужчины очень любят мягкие струящиеся ткани, либо вверху, либо внизу, либо платье. И для более молодых ребят им очень нравятся рубашечки на пуговках, потому что вызывается инстинктивное желание расстегнуть. Для мужчин постарше – это шелковые блузы с бантом, потому что тоже желание развязать этот бантик, вот как подарок некий, да, а что там, и так далее. Чулки. 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 Даже одно слово, вот если мужчине сказать, что я в чулках. Все, уже начинаются фантазии и так далее, да. Ну, крыжное белье. И мужчинам нравятся однотонные ткани. Хотя кажется, да, что женственность – это все-таки цветочек или какая-то мелкая графика, горошек. Нет, это фантазия женщин. Мужчинам как раз нравятся однотонные ткани. Что нравится женщинам в мужчинах? На первом месте вы удивитесь – начищенная обувь. Да, да. Это правда обувь. Вспомним «Москва слезовный берез». Ну, я сразу, да, классический. Потому что женщины аналитичны, иногда бывает достаточно одного какого-то элемента, и все, и женщина говорит, ну-ну, я больше не хочу встречаться с ним. И так далее. На втором месте в мужчинах женщинам нравятся классические брюки. Классические брюки. Что вверху уже не важно, да. Это может быть тонкий свитер, или, допустим, действительно рубашка там и какой-то блейзер. Но именно вот классические брюки. То есть не джинсы, не какие-то… Нет, нет, классические брюки. Даже молоденькие девочки, вот в университете мы проводили опрос, им больше нравится, когда ребята в классических брючках, они, может быть, там какую-то мелкую клеточку, там, или еще что-то. Присоединяюсь к статистике. Вот, вот, да. На третьем месте у женщин это тонкий кашемировый свитер у мужчины. Да, ой, да. Все, мужчина в тонком кашемировом свитере с горлышком, или, допустим, там с круглым вырезом и так далее. А если еще, допустим, тонкий кашемировый свитер, а еще сверху кашемировый пиджак, ну, это вообще просто вот мечта любой женщины. Так выглядел, по-моему, Ричард Гир в фильме «Американский жиголо». Что-то вдруг, я не знаю, мне сейчас так вспомнят. Было такое. А вот на следующем месте джинсы с бадлоном. То есть потом вот женщины позволяют себе в своих образах поменять классические брючки у мужчин на джинсы. И очень нравится кашне, когда мужчины носят кашне. Вот Олег в прошлый раз был на нашей передаче с кашне, и я прям... И так, да, для меня это был очень приятный такой визуальный якорь. Вот это артистизм, подчеркивает, или что это? Или какую-то художественную натуру, или... Мы не будем здесь выяснять, почему. Мы просто вот констатируем, что это нравится. Это нравится. На подсознании, да, вот что-то такое. Про кашне не могу здесь сказать. Остальные вещи так плюс-минус понятны. А теперь самое интересное, что не нравится. Что не нравится. И это нужно просто, ну, я не знаю, как таблица умножения, ну, не то что выучить, но во всяком случае обращать на это внимание. Что не нравится мужчинам в женщинах? Это, конечно же, то, что я сказала, зеленое и коричневое белье. Но это не на первом месте. На первом месте это уги. А сейчас все девочки считают возможным зимой, а в Англии вообще даже летом носить уги. Терпеть не могут дамские шаровары или вот сейчас модные брюки, келоты. Для мужчин это просто антисексуально. Келоты – это такие, знаете, широкие и короткие брюки, Олег. Как рука в четверти, только брюки. Вот, то есть совершенно мужчинам… Но они действительно несколько искажают фигуру. Они идеально подходят только для вешалки, вот в образ женщины. Мне нравятся комбинезоны и вот такие хламиды-манады. То есть когда, знаете, такое платье Аллы Пугачевой. То есть мужчинам вот совершенно это непривлекательно и более того даже несколько раздражает. Ну разве только это какое-то легкое прозрачное парео, под которым прекрасное женское тело в купальнике и так далее. И не зеленое белье. И не зеленое белье. Хочется не кота в мешке все-таки видеть товар лицом. Мужчинам не нравится слишком много обнаженного. То есть если ты открываешь что-то, то открывай или вверху, или внизу. Одномоментно, чтобы было открыто и здесь, и внизу. Не загадка, да, должна остаться. Ужасно мужчинам не нравится. Вот, Лена, мы сегодня и вчера, вот два дня мы спорим на эту тему. Не нравятся босоножки на платформе. Вот такая платформа, гейша называется. Лена говорит, что ее женихи прям восхищаются, когда она в такой обуви. А я вот сколько я опрашивала, все мужчины говорят, ой, нет, нет, пусть лучше она будет на плоском ходу, допустим, там в балеточках каких-то, чем на вот этой, говорит, скале какой-то. Вот ходят вообще непонятно, как робот. Ну, наверное, еще все-таки какая модель, да, какая форма этой платформы станется. И мужчинам жутко не нравится то, что женщины очень сильно полюбили и взяли свой в обиход к себе. Это бойфренд джинсы. Джинсы моего парня. Знаете, такие вот большие штаны. На самом деле для женщины это вообще находка, потому что они скрывают все дефекты фигуры. И ты в них зрительно выглядишь более тоненьким и изящным. Мужчины же отрицают напрочь. У них, если женщина в джинсиках, они должны быть плюс-минус такие в обтяжке. А что касается макияжа? Мужчины же, наверное, тоже не любят, когда какие-то моменты или в перебор, наоборот, уходят. Это вообще макияж, это очень хороший вопрос. Дело в том, что, конечно же, должен быть макияж, что как будто бы ты без макияжа. Только один какой-то акцент может быть подчеркнут. Вот Леночка любит, например, красные губы. Да, при этом абсолютно натуральный образ. А если же это темная барышня, то чаще всего, наоборот, подчеркнуты глаза, большие ресницы. То есть то, что, естественно, для этой, допустим, категории вот такого фенотипа, да, то есть большие пушистые ресницы, при этом бледные, наоборот, губы. Один раз, находясь в Лондоне, я вот, у меня познавательная активность высочайшая, я экспериментирую все время. И там точно так же, как везде в больших гигантских магазинах, на первом этаже сосредоточены коннеры всевозможных парфюмерных и косметических марок. И ты можешь прийти, даже ничего не покупая, попросить сделать девушек тебе макияж. Я собиралась, мужчины, я не знаю, какое-то там было мероприятие, они должны были нас встретить в ресторане, уже ждали. Вот, и я подошла, ей говорю, сделайте мне, пожалуйста, вот какой-то макияж. Не помню, в чей коннер я там зашла. Она говорит, а какой вам макияж хотите? А я говорю, а вы сделаете такой макияж, чтобы мой мужчина удивился. Я говорю, знаете, вот этот труд, ключевой глагол, трудности перевода. Нет, чтобы мне посмотреть, что девушка арабского происхождения. Опять же, задачу я ей такую поставила, чтобы мужчина удивился. В моей-то психической реальности, что я должна быть какая-то такая вот... И, безусловно, она выполняла этот макияж, я не видела. И дальше мне как в том... Удивилась ты? Более чем. Но у меня уже было абсолютно... Не было времени для того, чтобы забежать и что-то исправить. И я сказала, да-да-да, спасибо большое. Вот, и вот в таком чудесном виде я явилась на ужин. Многие мужчины меня видели первый раз. Удивился не только мой мужчина, а все остальные. Но мой мужчина сказал, боже, что у тебя с глазами. Наверное, удивился же, удивился. Удивился, да. Но поэтому... Задача выполнена. Безусловно, ты можешь подчеркнуть какие-то, да, естественные твои моменты. Ну да, но чтобы, наверное, не было с утра, как в той песне, не накрашенная, страшная, да? Не накрашенная. Накрашенная, да. Накрашенная, да. Поэтому макияж, прическа... Мужчины любят локоны, мужчины любят длинные волосы. Но это было всегда. И здесь времена ни при чем. Поэтому какие-то рваные стрижки, зеленые, красные волосы сразу создаются впечатление, что это не гламурная, эпатажная женщина, а что у нее что-то не совсем хорошо. Либо с психикой, либо в ее жизни она испытывает какой-то дискомфорт. Отношение к татуировкам у меня неоднозначное, но молодежь сейчас любит... Для меня же татуировки – это всегда некая аутоагрессия, это наказание себя за что-то. И моя клиническая практика показывает, что все люди, которые ко мне приходят в татуировках, чем больше татуировок, тем больше действительно каких-то травматических инцидентов в жизни людей. Но татуировки, в принципе, они или есть, или их нет. То есть не наносят татуировки перед свиданием люди. То есть здесь ничего нельзя уже... Наносят после, Олег. Например, влюбился и пошел вот тут себе на груди, какое-то сделал имя. – Лена. – Да. – А потом Лена разлюбила. И что делать с этой татуировкой? – Опять искать Лену. – У Джонни Деппа так и было. Он Вайнона написал, Вайнона Форевер, а потом ему, по-моему, он сделал вино Форевер, по-моему. Вот как-то так вот у него. – Да-да-да, вино. – Да-да, что-то такое. Поэтому татуировки, если их можно к элементам какого-то фетиша отнести. Не знаю, у меня отношения неоднозначные. – Ну, наверное, вот у нас осталось буквально чуть-чуть времени для того, чтобы коснуться самого главного вопроса. Что может произойти после первого свидания, где те границы, которые могут произойти между двумя взрослыми людьми, которые как будто бы в первый раз остались наедине? – Угу. И здесь всем людям, в принципе, знаете что, хочется понять, мой ли это человек. – Угу. – И помните, я говорила, что есть, конечно же, у нас три уровня. Это уровень телесный. То есть вот моментально мы можем сказать, да, влечет меня к этому человеку или нет. Второй уровень – это уровень эмоциональный. То есть интересно ли мне с этим человеком. Смеюсь ли я с ним, или просто молчу, но я испытываю ощущение комфорта. И для нас не существует никакой другой мир. Мы лезем в горы, идем в Макдональдс на футбол или просто гуляем по тому самому парку, о котором я сказала. И нам просто очень нравится быть вместе. Для меня важным моментом является то, что люди хотят видеться часто и много. А вот если молодежь встречается раз в неделю, то у меня сразу вызывает вопрос, а есть ли у них заинтересованность друг в друге. Потому что мы же всегда хотим то, в чем мы испытываем потребность. Мы хотим пить – мы пьем. Мы хотим спать – мы спим. Мы хотим экшена какого-то – мы смотрим кино. Так и здесь. Если мне это интересно, если я это хочу, я это хочу еще и еще. Много-много-много. А боятся люди признаться себе в том, что да, я хочу еще и еще. Или написать, например, что пожалуйста, давай встретимся. Кстати, тема инициативы. Я хочу вам сказать, да, я прям собирала сведения на эту тему, опрашивала разных людей. Многие люди просто боятся предложить под предлогом «я буду навязчив». Слушай, ну уже хуже не будет. Уже давай или приглашай. Ну да, либо что-то случится, либо не случится. Давай уже вскрывать карты. И, конечно же, третий уровень – это ментальный уровень, это уровень мысли, когда я влюбляюсь в мысли своего партнера. Иногда я даже набрасываю на него мысли, которые не мои. И здесь очень… которые не его, а мои, да. А мне кажется, что он так же мыслит, как и я. И здесь очень важно посмотреть, насколько искренен с тобой человек. И здесь много подводных камней. Может казаться, что раз он молчит, он умный. А он, может быть, и вовсе не умный. Или, например, когда у человека обманчивый юмор. Он все время смеется, 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 или шутит, или язвит, или вот как-то цинично, да, отзывается, и такой вот у него едкий юмор. А вот когда много таких шуток, тоже вопрос, а что скрывается за этими шутками? Может быть, там настолько раненый невротик, что потом ты вообще будешь пожинать плоды, и неизвестно, что с этим делать. То есть много смеха и много юмора тоже есть не очень хорошо. И очень важно посмотреть, прикасается ли к тебе человек. Даже если это не тактил. Любому человеку, если он заинтересован, хочется хоть как-то отронуться, хоть, я не знаю, невзначай. И вот это вот очень важные вещи. И если кто-то смущается, возьмите на себя инициативу. Поцелуйте при встрече, поцелуйте на прощание. И посмотрите, как человек реагирует на это. Его тело сразу покажет вам отношение к вам. То есть это очень тоже верный такой знак, по которому можно определить свой или не свой. То, что называется предательство тела, да. Тело моментально отреагирует. То есть близок ли тебе этот человек, хочется ли тебе с ним как-то взаимодействовать или нет. Ну и все-таки вот этот самый главный вопрос. Если вдруг почувствовали два человека, ну вот насколько они могут сразу зайти далеко? А, в интимной близости. Да, в интимной близости, да. Но вот учитывая, что вдруг вот, ну да, я вот понимаю, что это мой человек. Но с другой стороны, я боюсь перейти какую-то грань, чтобы обо мне не подумали. Какая-то страсть вспыхнула. Очень много страхов у людей по поводу того, что, да, действительно, вроде все, да, все замечательно, хорошо. Но вот сейчас случится тот самый час икс, наступит этот момент, и дальше у нас ничего не будет. Это, конечно же, такие ложные страхи, навеянные родительскими проектами, соцом и так далее. Да, ты удивишься, но гораздо больше мужчин боятся вступать в интимную близость. Я сейчас объясню, потому что комплекс современного мужчины, порожденный вот той самой такой авторитарной мамочкой, которая все время в бизнесе, которая там много работает, и у современного мужчины рождается комплекс либо, а, я буду брошенный, либо я буду поглощенный, то есть меня не останется, то есть будут контролировать каждый мой сдох, мое действие и так далее. И поэтому как раз мужчины сейчас оттягивают момент первой интимной близости. Ну, а психологи говорят следующее. Американцы, они запросто говорят, вот вступайте в интимную близость на первом свидании. Достаточно спросить женщину, а согласишься ли ты выпить со мной пиво? Я об этом уже помню. Все понятно, да. Но относительной нормой или советом является то, что, пожалуйста, вступайте в интимную близость не раньше третьего свидания. Во всяком случае, хотя бы, если у вас было еще и еще, то есть дошли вы до трех свиданий, ну, как минимум, вам есть о чем поговорить. Ну что же, у нас завершается время программы. Мы, может быть, уже заманим наших слушателей следующей темой, о чем вы говорите. Я предлагаю вам рассказать о том, как правильно ссориться или ругаться. Это неимоверно интересная тема, потому что в основе ссоры столько всего, не только негативного, но и позитивного. Как раз если люди не ссорятся совсем, это не очень хороший знак. А о том, как правильно ссориться, как правильно донести до мужчины, до женщины, что тебя что-то не устраивает, как получить из этого определенные бонусы и энергию. Причем иногда после правильной ссоры очень хорошая, может быть, горячая ночь. Это правда. Поэтому предлагаю вот в следующий раз такую тему нам запомнить. Отличная тема для следующей встречи. Спасибо большое. Будем учиться ссориться. Да, будем учиться ссориться. Ирина Богачевна, Елена Михайлова, Олег Пеков, были сегодня в студии. До свидания. До свидания. До свидания.